Материальное вознаграждение Аманту Раджамгручаева не интересует. Он пришел сдавать кровь по зову сердца. Надеется, что его донорская помощь пригодится хотя бы одному нуждающемуся. «Пять лет назад, 7 апреля, около тысячи человек были ранены. Среди них и я. Всем нам тогда требовалась кровь. Не общественность, особенно молодежь, сплотившись, приходила в Центр сдачи крови. Эта донорская помощь спасла жизни сотен граждан. Нынешние акции, пусть даже спустя годы, мы хотели выразить им благодарность». Дамира Неазалиева на приглашение принять участие в акции отозвалась удовольствием. Вице-премьер сдавала кровь и в апреле 2010 года. Она считает, что дефицит доноров – не только медицинская проблема, а уже и социальная. «Я себя чувствую нормально. У нас есть, конечно, привилегии после сдачи крови. Все, кто сегодня изъявит желание поучаствовать в этой акции, они могут получить справку и освобождаются от работы на двое суток. Но по долгую службу я должна буду сейчас сразу ехать на работу». «В последний раз ко мне обращалась моя аяшка. Я отдавал ей кровь». Видеть в Центре крови главу Минсоцзащиты – не редкость. Как признается Кудайберген Базарбаев, выступает донором он уже в шестой раз и находит в этом только плюсы. «Доноры живут дольше, чем обычные люди. У них кровь обновляется». В 80-х годах Кыргызстан занимал первое место среди 15 союзных республик подачи крови. Тогда насчитывалось около 200 тысяч доноров, а сейчас всего чуть более 30 тысяч. Тому есть несколько причин. Внутренняя и внешняя миграция, отсутствие пропаганды, говорят специалисты. «В Бишкеке сконцентрированы все третичные организации здравоохранения, где проводятся технически сложные операции. Во-вторых, в Бишкек стекается основная масса больных. В связи с этим в Бишкеке потребность крови и продукция крови очень большая. Если о запасе сказать, тогда у нас есть неприкасаемый запас, есть стратегические запасы, которые мы регулярно пополняем. А так, на сегодняшний день, конечно, по республике, то, что мы заготавливаем, это очень мало». Одними волонтерами пока эту проблему решить не удается. Для того, чтобы наполнить банк крови, доноров должно быть в 2-3 раза больше, чем сейчас. «Пятилетию апрельской народной революции около 300 человек решили безвозмездно сдать кровь в помощь онкологически больным детям. Каждый участник должен сдать по 470 граммов крови. К этой благотворительной акции мог присоединиться любой желающий». Демира Базарбаева, Альдяра Самбаев, Общественный Первый канал.